всем привет меня зовут Оксана и я рада вас приветствовать на своем канале Оксфолд давно я уже не выпускала видео и ну наверное нет смысла объяснять понятно что у многих сейчас связи с мерами которые у нас принимают до самоизоляции иногда бывает что нет настроения или вдохновения поэтому давайте просто продолжим я вам буду показывать свои процессы готовой работы на сегодняшнем видео вот аксессуары потому что у меня много готовых плечевых изделий которые ранее я вам показывала в процессах но к сожалению в данный момент не могу показать на себе а показывать здесь вот на столе как-то кусочками ну наверное не совсем будет понятно фотографии у меня тоже нет их в полный рост поэтому вообще в планах на следующий выходной если получится выбраться на дачу то обязательно либо сниму вам там видео уже на свежем воздухе где буду в этих своих вязаных нарядах можно сказать так и или просто сделаю фотографии чтобы можно было видеть как это все смотрится на мне ну а давайте пока если мы с вами говорим про аксессуары я начну с носков у меня в даже за два месяца связалась пара 3 причем дескать не хватает еще одной пары я вам обязательно вставлю фотографию эти носочки были связанные я уже ходила мужа он их носит активный и они не очень сейчас выглядят презентабельно чтобы я вам и здесь показала конечно же у носков он у любые носки они скатываются поэтому это ожидаемо вполне у нас есть машинка которая помогает но теперь по поводу носков значит смотрите у меня есть процессе я значит довязала это знаете это невероятный долговяз когда начало вести канал я эти носки только начала вязать это была осень прошлого года чтобы понимали носок только закончила неделю назад 1 и сразу же начала 2 потому что подумала если я сейчас это не сделаю то все они опять будут очень долго лежать но в общем-то не дело а я уже неоднократно рассказывал вам про эту пряжу это регия чехенмайера и леопардовый окрас если сравнивать другие с другой общей носочной пряжей то же самое прикоса гранды у меня лежат рядом или в какую я еще такую пробовала грунт был ну грунт был наверно тоже как плюс-минус регия но в общем дело в том что я не очень восторгит пряжа она довольно-таки жесткая колючая и можно мне кажется даже видеть что она такая знаете деревянная вот она еле тянется и у меня уже есть такие готовые носки я иногда яхо ношу на даче они горчично-синие невероятно конечно красивы но если сравнивать опять же возвращаюсь к саграны я всегда одену от к саграны потому что они мягче и комфортнее и в общем то у них больше плюсов однако факт с атефактум у меня это пряж достаточно то есть у меня вот я связываю 2 моток и у меня еще их два мы в свое время с мамой накупили бы теперь ехо пытаюсь довязать кстати еще один факт я раньше других видео об этом говорила но если кто вдруг не помнит или впервые на моем канале дело вот все в чем значит чтобы связать вот такой носок с леопардовым рисунком да здесь кстати мне больше напоминает вообще облака на небе нужно набрать 62 петли вот 62 петли что вы понимали не на каждую ногу на лес даже на мою это очень хотя у меня к ногам скажем и не тонкой и не большая да но он сидел в том что 62 петли даже для меня маловато я набираю 64 петли и это просто к чему мы когда с мамы покупали у меня мама нога здесь конечно будет пошире и просто эти носки на нее не налезу то есть получается что все носки буду носить я либо кому-то в это подарю потому что у меня там есть одна расцветка два разных два моточка и конечно нужно тоже учитывать потому что вот здесь вот если у вас ножка не тоненькая то просто не пролезете я влезаю честно скажу с трудом хотя конечно по стирке на немножко расширяется да вот видите она становится больше вот если посмотреть хотя не сильно наверное я бы сказала да наверное не сильно но сидел в том да что она вот прям впритык по ноге я уже довязываю второй носок мне осталось здесь в принципе немного я уже пятку связала и вот осталась сама стопа и потом уже будут закрывать и наконец-таки я уберу эти носочки и вообще в принципе забуду про это дальше следующие носки у меня как раз таки от касагранда почему они такие разные я специально не стала стирать у нас второй носок эту носок уберу этот носок у нас после в ту после стирки этот носок до вы то увидите какая большая разница когда вяжешь иногда кажется что очень узко носок ты просто не налезет на себя и в общем куча мыслей в голове но нет на самом деле все после стирки хорошо я сушу носочки на блокаторах и как видите после стирки он стал гораздо больше по поводу пряжи так это у меня касагранды номер цвета не здесь это ошибка да у нас идет а вот 30 273 если кому вдруг интересно еще один момент ведь они получились разные хотя чаще всего носки получать одинаковые здесь знаете тоже мне была такая интересная история вот у меня есть два матка и у меня такое ощущение что один моточек больше чем другой поэтому когда я вязала вот первый носок и вот здесь вот уже довязала до пятки у меня пошла расцветку обратную сторону я так думаю что это просто было счет намотан там дома то не знаю здесь я решила что ничего страшного пускай они будут разные я в принципе не против я люблю разные носки но мне очень понравилось как получилась пятка смотрите одна сторона розовая такая кораллового цвета и другая красная здесь пыталась чтобы вот носочки более-менее были одинаковые и опять же смотрите да здесь красного больше чем здесь получилось но здесь понятное дело что кораллового уже больше то что весь его и завязала и перешла уже на новый цвет но честно скажу мне нравится смотрится очень интересно на ногах и вот из этих остатков можно связать спокойно детские носки и вот в принципе что я собираюсь и сделать а может даже две пары детских носков потому что осталось достаточно много обычными остается пряжа намного меньше но вот я моточек говорю он прям такого весит и по сравнению с этим ну это просто он пышный внутри там нет ничего а этот вот он большой в любом случае я очень довольна кстати вы знаете еще пряжа косогранда в чем фишка у них бывает что от цвета зависит мягкость пряжи вот эта расцветка невероятно мягкой и даже не верится что от носочной пряжи меринос с полиамидом потому что честно скажу я носила такую кофту по мягкости это невероятно нежнятина вот детки вообще просто мне кажется были в восторге из такой носили и кстати я знаю что некоторые берут эту пряжу даже мягкую именно для детских других изделий такие как джембера кардиганы даже шарфики и шапочки знаю ну вот вот таким образом как ничего необычного нет здесь резинка просто 2 на 2 на пятку шла в лицевую гладь и стопу продолжил взять лицевой гладью чтобы ну знаете было комфортнее носить чем когда резинка а здесь сверху уже просто резиночка 2 на 2 у меня еще одни были носочки готовы обязательно вам их покажу только фотографию как я уже говорил от носки которые я связала для мужа дальше если далеко не уходить от носков я хочу показать что у меня есть такая замечательная пряжа она в остатках это пряжа изругвая и по моему это аллегрия если не ошибаюсь я вязала носки взрослые вязала их в подарок если найду фотографию к тебе в инстаграме есть поэтому наверное все таки и найдут фотографии вам вот здесь где-нибудь вставлю и у меня достался такой клубочек на взрослые носки этого будет недостаточно но на такие подростковые возможно детские я думаю что хватит с лихвой поэтому хочу его извязать потому что мне очень нравится расцветка в самом носке не получается очень интересная такая конфетка знаете ну конфетка да наверное скажем так и в общем хочу и продолжить и извязать этот моток то что но понятное дело что укидывать это прям даже мысли такой не было здесь достаточно и много пряжи дешевая и очень хороший состав очень мягкая поэтому надо извязывать и что еще у меня нового это вот такая пасма я то значит решила не так давно недавно уже в апреле месяце увидела в одном профиле что есть июньский там клубы да какие-то апрельские клубы и тут клуб гарри поттера в девушку которого здесь написано да вот имя в инстаграме она красит пряжу сама и она строит вот эти вот они обычные клубы я конечно же не могла пройти мимо мне очень захотелось поучаствовать дело в том что ты покупаешь что чем вступаешь этот клуб платишь деньги за доставку и за пряжу но ты не знаешь что к тебе приедет в общем я два месяца сидела ждала в предвкушении вы знаете когда я открыла эту посылку это просто дикий восторг вы посмотрите как красиво пасма и она еще блестит и здесь и серебряные и золото и бронза видите и вообще расцветка потрясающе давайте состав я вам покажу и метраж но честно скажу девочки давно и такой восторг не испытывала и конечно же побежала сразу вступила в июльский клуб и теперь думаю что на вступать в августовский а то вообще не успею пряжи я не получу а мне очень нравится сама идея того что ты что-то купила не знаю что тебе приедет и ты думаешь понравится не понравится но это стопроцентное попадание вообще просто нереальная красота и расцветка вот очень красивый такой знаете натуральные цвета мне напоминает чем-то наверное лес какой-то дать болото лес ну очень красиво и поэтому в общем то я хотела быстрее это показать чтобы перемотать и возможно приступить уже вязать носки хотя у меня есть мысль о том чтобы ничего пока не вязать оставить как есть и потом когда приедут уже июль в июле июльский клуб в августе августские показать вам все три пасмы вместе если вам это будет интересно три пасмы вместе напишите по раз в комментариях и тогда не буду перематывать эту пасму буду ждать и предвкушать искать модели общем-то рисовать и думать что из них связать и что у меня еще из аксессуаров и думаю что многие кто смотрели мои видео помнят эти перчатки мои красные любимые это связано из альпаки шерстью и невероятно честно скажу это просто любовь с первого взгляда носила их всю зиму как видите здесь нет катышка вот наверное вот одна катышка ведь она легко отваливается пряжа очень хорошая она качественно после каждой стирки и она знаете становится только еще мне кажется лучше чем было и это мои вторые перчатки они конечно не идеальны но несмотря на это я честно скажу ни на что их не променяю видите мне кажется не вообще идеально на не сидят и у меня оставалась пряжа этом я вам покажу вот я решила связать шапку в комплект чтобы было но немножко не рассчитала нас я вижу эту шапку в три нити перчатки вязала в две но шапку понятное дело решил поплотнее чтобы в общем-то не продувала связала я подумал снять кустошку связала я отворот зафиксировала сам просто покажу в чем дело вяжу дальше и понимаю что мне пряжи то не хватит посмотрите она заканчивается и вижу в три нити а я долго думала что же вместе делать распускать не совершенно не хочется иду два варианта ты либо будет кустошка которая совсем на макушке будет сидеть либо еще другой вариант она просто будет вот такой и знаете как будто ложный отворот я такого конечно еще ни у кого не видела не знаю насколько это будет симпатично но почему в принципе не попробовать если пряжи не хватит я примеряла вот в таком виде смотрится очень необычно и интересным единственное что меня смущает что у меня есть получается видите наборный край изнаночная сторона тоже планировалось то что буду носить шапку вот так а лицевая сторона здесь но в общем сейчас подвяжу наряд ряд посмотрю еще раз рассчитаю насколько мне хватит но хотя я так уже вижу что скорее всего мне тут не знаю что развешу еще раз бобинку посмотрю сколько у меня есть осталось именно чистой пряжи и взвешу шапку посмотрю хватит мне или нет напишите вы что думаете вообще вот распускать чтобы убирать ложный отворот мой или обязательно дальше пускай уже будет как будет но распускать честно скажу совершенно не хочется вот это что касается моих аксессуаров на сегодняшний момент это все у меня за последние три месяца было достаточно много плечевых изделий и обязательно вам их покажу но сейчас знаете что хочу вам еще показать мне подалась такая возможность показать вам где свои старые работы немножко про них ну рассказать общий чертах смотрите у меня есть береты эти береты я вязала для мамы и им уже наверное года два это просто один мокрый он на блокаторе а второго ночью его не постирала мне мама их отдала обратно попросила чтобы их постирала и высушил на блокаторе чтобы они были опять ровненькие с ними все было хорошо вязала я эти береты из софт донигал двойного и у меня тоже кстати есть один я его очень долго искала не могла найти кстати его поэтому зимой это не носила но я его наконец-таки нашла и тоже хочу привести в нужный вид потом уже ближе к осне и носить потому что я от них восторге не обязательно взять эти береты из софт донигала можно взять себе это вообще из любого вида и те кто любит вообще береты и те кому они идут это спасение потому что они непродуваемые они очень теплые они после стирки сваливается еще больше и вот есть здесь растянут растянуть можно видеть дырочки такие на самом деле на голове ничего не пропускают я проходил сама в таком берете прошлую зиму прошлую зиму вот год назад и вообще мне не страдал ничем не мучила не ветер не холод это просто гениально на самом деле вещь именно из твида поэтому я связала еще из бобину твида берет у меня есть я показывал в других видео и тоже планирую наверно либо продать либо сама носить потому что я считаю что берет из твида это маст хэв если вы еще не пробовали задумайтесь об этом но это наверное все что вам хотела показать и еще у меня были покупочки на этой неделе я вставлю обязательно в это видео чтобы с вами поделиться и наверное буду заканчивать то что видео уже получается довольно таки длинным была рада вновь вернуться на канал рассказать вам о своих процессах постараюсь не пропадать так надолго как это мне был перерыв но в любом случае может быть даже хорошо я набрала сил энергии вдохновение позитива и готовы отделиться этим с вами поэтому всем спасибо за просмотр увидись с вами следующих видео всем пока пока нет еще произошли небольшие покупочки я заказала себе влаш средств для волос это такой твердый шампунь и мне вообще-то твердый шампунь от влаш нравится я пробовала уже на самом деле достаточно много они хорошо пенсия хорошо ухаживают главное здесь просто подобрать свой шампунь который подойдет именно для ваших волос новинка для меня который вообще никогда не пробовал ваш это вот твердый кондиционер для волос я читал от него отзывы значит и пишет о том то что его небольшая проблема в том что не чувствуешь когда носишь на волосы но эффект него потрясающий поэтому решила попробовать что это на самом деле за средства такое ну и докупил конечно же к нему такую баночку для хранения потому что баночка для шампуня вот у меня кругленько уже было а вот для кондиционера нет поэтому обязательно потом расскажу про свои впечатления этих продуктов она в принципе вся продукция ваш ну во многом она мне нравится и для лица и для волос там и для тела бомбочки их вообще потрясающие потом буду пробовать конечно же потом расскажу еще одна покупочка которая совершила это было за бодишоп я приобрела свой любимый баттер для тела в этот раз такие небольшие объемы с маслом ши и грейпфрут просто невероятные на самом деле запахи они довольно таки твердые видите консистенция и она там никуда не уплывает и я использую как и крем для тела так и крем для рук особенно за грейпфрут мне очень нравится у них кстати есть такой запах в креме для рук но я вот раздевала вот именно в баттере потому что они более питательные а у меня сейчас очень сильно сохнут руки учитывая что приходится мыть их очень часто и взяла еще скраб для тела тоже это скраб очень приятно пахнет и такое ощущение что он ну скорее всего так оно и есть что там сахар и и плюс масло а после того когда вы его используете на коже остается как раз таки такой небольшая такая масляная наверно пленка и она у вас еще увлажненная поэтому мне на самом деле нравится я уже не первый раз покупаю скрабы этой фирмы и пользуюсь ими с удовольствием ну и конечно же баттеры и крема для рук вот молочком их не очень на самом деле нравится молочок молочко на самом деле не сильно увлажняет а вот именно эти вот баттер они очень хорошо увлажняет кожу а